Дальше говорит шейх Аль-Фаузан Шестой столб это вера в предопределение Аллаха Что касается кадра предопределения это секрет или уже сокрытое Аллахом знание Что такое кадр? Это то, что Аллах предопределил из того, что будет и есть сейчас и то, что было до самого судного часа То, что Аллах создал письменную трость, которая уже все записала До самого судного дня все то, что будет было записано в хранимой скрижали Все, что происходит, происходит только по предопределению Аллаха Как Аллах сказал Поистине, каждую вещь мы создали по предопределению То есть, вещи, которые происходят они не происходят вот сейчас именно или же они не являются просто так как бы забавой Это все предписано, уже было давно предписано что оно такое случится То есть, это все предписано Поистине, каждое ваше действие что бы с вами ни происходило какая-то проблема с вами либо же на земле что-то произошло или же произошло именно лично с вами все это записано все это записано до того, как это еще свершилось То есть, здесь имеется записано где? В хранимой скрижали Как я сказал, до того, как еще это создали То есть, это было записано Знать, надо, братья, нам, что вера в кадр, вера в предопределение на скольких степенях? На четырех Четыре степени веры в кадр Самое первое, братья, это знание Аллаха Первое, это то, что Аллах знал То есть, знал абсолютно все и знал всегда То есть, не когда-то узнал, не познал а просто знал Всегда Аллах знал, что будет, что есть чего нету того, чего нету если бы оно было, как бы оно было То есть, Аллах знает абсолютно все То, что было, то, что будет, то, что есть то, чего не было, если бы оно было, как бы оно было То есть, это все Аллах знает. То есть мы убеждены в том, что Аллах знает абсолютно все, что было и что будет. Вторая степень это что? Второе это запись, то что Аллах записал. Создал трость, которая записала. То, что Аллах в хранимость крижали записал все то, что будет до судного дня. Третья степень Третье это что? То есть первое это знание, второе запись, третье желание Аллах. Потому что Аллах знал, записал, а затем пожелал, чтобы оно случилось. То, что Аллах пожелал, свершилось. То, чего Аллах не пожелал, оно не свершилось. И мы говорили о том, что пожелание Аллах делится на два вида. Я думаю, вы на других уроках все это слышали, знаете даже. Что желание Аллаху спонталя бывает двух видов. Какие? И рада шарии, и рада кавнини. То есть то, что Аллах спонталя желает, чтобы оно случилось на этом свете. И то, чего Аллах спонталя хочет от нас шариатом. То, что Он хочет от нас шариатом, не обязательно, что оно свершится. То, что Он хочет от нас в этом мире, оно по-любому свершится. И приводили пример, были вы на, когда Абу-Бакр и Абу-Ляхаб пример был. То есть обычно ученые приводят как, чтобы это понять быстренько, что такое желание. Кауни желание, шарай, то есть желание шариатом, желание во вселенной, то, что в мирском. То есть шариатом Аллах спонталя от нас желает что-то, но по своей мудрости делает так, что Он хочет, то есть чтобы произошло именно что-то в этом мире. То есть желает от нас Аллах спонталя шариатом, что мы все были мусульманами, поклонялись одному только Ему, не грешили и так далее. Происходит оно или нет? Не происходит. Почему под мудростью Аллах спонталя? Потому что Аллах спонталя проверяет нас. Тот, кто проходит проверку, выполняет. Тот, кто нет, нет. Поэтому говорят, чтобы быстренько понять, каким образом происходит то, что Аллах спонталя может два разные желания соединиться, или же только одно желание присутствует, другое желание не присутствует, или же оба желания не присутствуют в каком-то из созданий Аллаха спонталя. Чтобы это понять, можно взять Абу Бакра и Абу Ляхаба. Кто такой Абу Бакар? Лучший сподвижник, лучший человек после всех пророков. Абу Бакар, ради Аллаха. Из обитателей. Рая или огня? Рая. Без сомнения. Абу Ляхаб кто такой? Тот, кому Аллах спонталя обещал огонь в Куране, дядя пророка, который враждовался. Хорошо. Абу Бакар, то есть вера Абу Бакра. Какая здесь, то есть иман Абу Бакра, какое здесь пожелание Аллаха спонталя? Какое? Шариатское и вселенское, потому что Аллах спонталя сделал, так создал его верующим также. То есть он хочет от него шариатом и хочет также, чтобы на этом свете Абу Бакар был кем? Мусульманинам и будет, иншаллах, в раю. Два, оба желания соединились в этом. Хорошо. Куфар Абу Бакра. Желает Аллах спонталя шариатом Куфар Абу Бакра или нет? Не желает. Никому не желает. Случилось оно в мире или не случилось? Не случилось. Ни одного, ни другого. То есть Аллах спонталя ни шариатом, ни в мире не пожелал, чтобы такого случилось. То есть оно свершилось оба в том его имане и не свершилось оба в чем? В его куфре. Хорошо. Куфар Абу Лагаба. Аллах спонталя шариатом желает, чтобы Абу Лагаб был кафером. Не желает ни для Абу Лагаба, ни для кого. Все хочут, чтобы были мусульмане. Случилось оно или не случилось? Случилось, Аллах, зная его сущность, этого человека, что он не заслуживает рая, пожелал, чтобы он в этом мире был кем? Кафером. Хорошо, его иман, шариатом Аллах, желает от него или нет? Желает. Случилось оно или не случилось? То есть, не пожелал Аллах, в этом мире. Поэтому мы должны знать, братья. Что касается желания Аллаха, шариатом чего-то, то есть, Ирада, Шария, это то, что Аллах, любит от тебя. То, что случается в итоге, Рада Кауния, то, что вселенский Аллах желает от людей по своей мудрости, не обязательно, что ему это нравится. Понятно? То есть, убийства, войны, все это Аллах не любит, но оно случается. Почему? Потому что Аллах желает это по своей справедливости. То есть, почему? Потому что Аллах говорит То, что на суше и на земле появляется нечестье, зло и так далее. Появляется почему? Потому что приобрели людские руки, то есть, по нашим деяниям, из-за того, что мы с вами совершали. Для чего? Какая причина? Чтобы они познали некоторые из своих деяний. То есть, когда сегодня с нами что-то случается, сразу вспоминаешь, А, Субханалла, я вот там вот так согрешил, вот там так согрешил. Когда у тебя все хорошо, может быть, не вспомнишь об этом. Как только куда-то попал, сразу вспоминаешь так же, вызываешь к Аллаху, Субханалла, и так далее. Для алюм и арджум, быть может, они, Аллах, Субханалла, говорят, вернутся, то есть, отвернутся от своих плохих дел. Поэтому Аллах, Субханалла, по своей мудрости пройсу. То есть, как с одним братом, я, например, уже братьям приводил, веру в кадр, просто вспомнил вот этот момент, как говорится, все равно, когда пример приводишь, лучше понимается. Как-то раз у меня машина сломалась, причем очень жестко вспомнил. Я ехал по шоссе около 100 км в час, и у меня ГРМ ремень порвался. Ну, кто знает, кто знает. И причем все клапаны сломал. И я, аль-хамду, аль-хамду, я помилился, Аллах, вырулил, и подъехал эвакуатор, забирает мою машину, еще и очень, в три дорога, короче, забрал мою машину, и мы едем в ней. Я говорю, вот, Субханалла, вот это предопределение Аллаха, Субханалла, или довод на то, что зла нет в самом предопределении. В предопределенном может быть зло, в самом предопределении нет. Почему? Потому что предопределение не зло, милость, наоборот, Аллах. В предопределенном мне зло. Да, у меня машина сломалась, еще я залетел на 150 риалов, чтобы отвезли мою машину на ремонт. Но, с другой стороны, я потерял эти 150 риалов, а водитель получил эти 150 риалов, также пойдет в своей семье кушать, купит и так далее. Вот это его работа. То есть, оно не себе, как говорится. Может быть, мне это неприятно, но ему наоборот приятно. У кого-то машина сломалась, ему хорошо. Также, или тот, кто работает на могиле, копает эти самые, как говорится, могилы людям. Поэтому, тоже люди умирают, у людей горе, а ему нормально, аль-Хамдан, а также Аллаху Аль-Мустаан. Поэтому, в предопределении нет ничего плохого. Что касается предопределенного, может быть и это, что касается желания Аллаха Субхан-Талли. Но это вкратце. Сначала, я думаю, слышали эти, на многих уроках это объясняется. И, может быть, шейх Фаузан тоже что-то об этом скажет. Четвертое. Понятно? В общем, вкратце. Или если непонятно, вы не стесняетесь, как бы останавливайте, говорите непонятно. Что такое? И мы на пальцах, иншалла, продолжим. Понятно, иншалла? Предопределение и предопределенное. Предопределение Аллаха Субхан-Талли, это действие Аллаха. То, что Аллах Субхан-Талли предопределил. Предопределенное, это то, что касается тебя. Потому что, например, авария. Авария, она может касаться тебя, как твоя сломанная машина. А само предопределение, это то, что случилось авария. Это случай, сама авария на дороге Это предопределение Аллах То, что предопределено тебе, что именно твоя машина Сломалась там Также предопределено второй машине То, что его машина сломалась Это то, что получилось для тебя именно А само предопределение Это этот случай Результат То есть Аллах Вот как я с моей машиной привел Аллах предопределил, что она сломается В этом благо Почему? Потому что по причине этого 150 реал получил человек и отвез мою машину. Хорошо. И может быть какие-то из моих грехов, я очень надеюсь на Аллах, что были прощены мне из-за моего терпения на это и так далее и тому подобное. Хорошо. Что касается предопределенного мне, то мне грустно, у меня машина сломалась, еще я залетел тут на ремонт, залетел ему на деньги и так далее. Мне грустно от этого. Но не грустно тому, кто отвез мою машину, не грустно тому, кому я привез эту машину, чтобы починить, потому что он получил деньги. Это все предопределенное. А само предопределение это действие Аллаха. То, что Аллах пожелал, чтобы случилось, в этом нету ничего плохого. Но в предопределенном, касательно какого-то человека, помимо другого, может быть что-то неприятное нам. То есть, например, Гитлер. Гитлер, когда умер, всем хорошо. Его жена плачет. То есть, для нас хорошо, для всего мира практически хорошо, а его жене грустно. Почему мужа нету? Так же? Детям обидно. Получается, что для разных людей... Да, да. То есть, предопределенное в каждом. Да, да, да. То есть, поэтому человек не должен ругать само предопределение. То есть, если с ним что-то плохое случилось, да. Ситуация, она, то есть, она в этом благость. Например, иблист. Если бы не было иблиста, как шейфа Узан, говорит, как бы мы узнали, кто праведный, кто неправедный. То есть, в этом все мудрость есть. В предопределении Аллаху фандау великая мудрость. Может, мы ее не поймем сейчас. То есть, как мы приводили пример в том, что люди, например, бедные, голодают и так далее. Это предопределение Аллаха, субханатаре. Но предопределенное им неприятно, но само предопределение благо. Почему? Потому что они за это терпение получат себе потом рай. То есть, когда мы говорим пред... Оно на русском трудно объяснить. Почему? Потому что на арабском кадр и махдур сразу понятно, что это такое. То есть, я на русском пытаюсь как бы этот самый, на пальцах, как говорится, объяснить. То есть, предопределение, когда говорится, это... Это вообще ситуация. Нет, это действие Аллаха, субханатаре. Это то, что Аллах, субханатаре, предопределяет что-то. Вот он сделал, что... Да, вот сама ситуация. Предопределенное, это касаемо каждого. Что человек получает из этой ситуации. Вот если мы говорим слово ситуация, то ситуация, это предопределение Аллаха, субханатаре. А то, как повлияла эта ситуация на меня, на тебя, на еще братьев, это касается предопределенного. То есть, именно я из этой ситуации получил то-то, то-то, кто-то получил еще что-то. Понятно? По поводу Абу-Ляхаба, там пример превратился, можно еще чуть-чуть? Еще раз? Да, по нему. То есть, именно по нему? Абу-Ляхаб, кафир, куфр его, то, что он был кафиром, Аллах, Субхан Талли, шариатом желал от него или нет? Не желал, но в мире пожелал, то есть, это произошло. Почему? Да, во вселенской его желании Аллах, Субхан Талли, пожелал этого. Почему? Потому что, то есть, по своей мудрости. А его иман, Аллах, Субхан Талли, хочет с шариатом, чтобы он уверовал, то есть, Аллах, Субхан Талли, хочет от него, чтобы он был верующим, но не случилось оно в итоге. Это тем, наверное, кто, почему тогда, почему Аллах желает убийства? Не желает, да, в том-то и дело, вот правильно, не желает он, на самом деле не желает. Наоборот, Аллах, Субхан Талли, говорит, Аллах хочет, чтобы вы покаялись, хочет принять ваше покаяние. Он, например, объясняет это, он говорит, что Аллах любит от шариатского, короче. Да, да, да. Что-то не любит от бытийного. Не, не почему, не все, что не любит. Не, не совсем правильно. Потому что, если ты так скажешь, все, что не любит бытийное, Абубакр верует. Абубакр не может относиться к шариатскому. А, да, 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 да. То есть, все, поэтому я же сказал об этом, то, что шариатское, это то, что Аллах Субхан Талли любит. Что касается бытийного желания Аллаха, может любит, может не любит. Может любит, может любит. Просто не любит, не может быть шариат. Не может, ни в коем случае. Потому что шариат в том-то деле, это его закон, то, что он желает от нас. Понятно? Аль-Мартабату Рабиа, четвертая степень, Мартабату Халькил Ашьяи Фи Авкатиха Аль-Мукаддарати Лага. То есть четвертое, это создание. Непосредственно создание. То есть первое, это что у нас было? Знание. Второе. Запись. Третье. Четвертое. Создание. То есть сначала знал, затем записал, после этого пожелал, и оно было создано. Аллах, спонталь, создал. Именно в тот момент, когда Аллах, спонталь, пожелал. Не просто создал, а создал тогда, когда пожелал создать. Именно в тот момент, когда оно должно было случиться. Как говорили сподвижники, Знай же, или же, как говорил Ибн Умар, Знай же, что ты хоть гору, золотую раздашь, от тебя ничего не будет принято, пока ты не будешь веровать в то, что то, что случилось с тобой, не могло тебя миновать. А то, что миновало тебя, никогда не могло с тобой случиться. Понятно? То есть обязательно нужно веровать, что все то, что нас постигло, оно должно было нас посетить. И никаким образом оно не могло нас миновать. Если что-то же нас миновало, то оно никаким образом не могло быть нашим. Говорил Хасан Аль-Басри, я, говорит, обрел спокойствие тогда, когда узнал, что мой риск, никто не сможет у меня забрать. То, что мне предписал Аллах, до самого последнего вздоха, до самого последнего копейка, кусочки хлеба и так далее, все предписано, и никто никогда, как бы не пытался, не заберет. Своровали у тебя деньги, значит, это не твой риск был. Потому что оно случилось, это значит, был риск его. Запретный он дозволен, это уже другой вопрос. Понятно. И говорит, и когда я узнал, что я не смогу ничей риск так же забрать, то есть даже если всех обворуешь, значит, это был твой риск, но он запретный риск, ты за него потом в ответе будешь. Но это были, то есть то, что было предписано тебе, твое, то, что ты должен был скушать такой-то рубль, ты должен был скушать такой-то кусок хлеба и так далее и тому подобное. Томан. То есть никто вместе с Аллахом не создает, и создает Аллах тогда, когда оно должно быть. То есть по времени, прямо вот когда должно быть, тогда и будет. Как Аллах сказал, Аллах создал каждую вещь, и Он, то есть вакиль, каждая вещь, вакиль здесь, даже не знаю, как сказать на русском, Аллаху хадуху кулиши, вагу аля кулишейн вакиль, как. Вот по поводу того же, то, что ремень на машине порвался, предопределение Аллаха. Ну, причину, вы же не сделали, что ремень вовремя не поменяли. Я как раз ехал его менять. Да, вот то, что вовремя не поменяли, то есть мы должны там винить себя, то, что вот там... Нет, конечно, конечно. Нет, это то же самое, то, что мы терпим, если у нас кто-то своровал деньги. Понятное дело, что он тебе не говорит, как Омар, когда кадариты начали, вот появилось такое убеждение у людей, то, что как бы все происходит, я ни при чем, то есть это все мне было предопределено. Нет, ты не можешь оправдываться предопределением. А то есть ученые вот так говорят. Нельзя оправдываться предопределением в том, что ты сам сделал, то есть фельмааиб, то, за что тебя порицают. Но масаиб, мусиба, которая с тобой случилась, какая-то беда с тобой приключилась, там ты можешь оправдываться предопределением. То есть ты взял все причины для того, чтобы что-то было, но не получилось. Аллах, все, ты говоришь, это предопределение Аллаха, я тут ни при чем. То есть, например, ты вот за машиной ухаживал, все ты сделал, взял камень на нее, упал, например, и все, и сломал тебе всю машину, гора на нее, там с горы камень какой-нибудь, булыжник упал, все, и нет у тебя машины. Ты ни при чем. Почему? Потому что ты полностью за ней ухаживал, чистил, мыл и так далее, менял все. А если ты сам как-то где-то, ну это масмашиный пример глупый, я имею в виду в том, что если ты, например, вот так, смотри, ты открыл какой-то халяльный бизнес, например, вложился в него, все, для чего, с каким намерением, чтобы прокормить семью, чтобы там на мечеть, садаха давать, студентам и так далее, братьям помогать и так далее, и прогорел. Ты ни при чем здесь. То есть, Аллах, значит, не было для тебя в этом блага. Может быть, если бы у тебя получилось, ты бы оставил бы это и начал бы там Дуния и так далее, ушел бы в Дуния, например. Ну, пример. Или же, человек что делает? То есть, этот человек может оправдываться и говорить, что это было мне предопределено, я здесь ни при чем. То есть, я то, что должен был, я сделал, Аллах, не пожелал, чтобы оно совершилось, все, значит, в этом нет для меня блага, буду искать в чем-то другом. Или же, другой человек, он что делает? Говорит, у меня дети голодные, мечеть нуждается, пошел, обворовал, как Робин Гуд, кого-то обворовал, говорит, у богатых возьму, бедным раздам. Нет, этот человек не может говорить, это мне было предопределено. Поэтому, один из воришек, когда Омар, поймал одного вора, он сказал, я своровал по предопределению Аллаха, он сказал, и руку мы тебе отрубим по предопределению Аллаха. То есть, поэтому, то есть, нельзя оправдываться предопределением в тех вещах, в которых сам, то есть, человек виноват. Хорошо. Аллах Субхану Тааля сказал, Аллаху Халиху кулли шейн, ва хуа аля кулли шейн вакиль. Аллах Создатель всякой вещи, и Он Попечитель всякой вещи. Ва каляв Аллаху Халиху кумума та амалюн. Аллах Субхану Тааля говорит, и Он тот, кто создал вас, Аллах Создал вас, и создал все то, что вы делаете. Фату амину би анна кулля шейн, ху фа хуа махлюкун лилляхи аззавчалюль. Поэтому нужно веровать в то, что абсолютно все вещи, это создание Аллах Субхану Тааля. Воздух, вода, наши дела, скромность, даже родственные связи. Родственные связи как выглядят? Кто знает? Но это создание Аллах Субхану Тааля. Родственные связи создания. И мы должны веровать в это, братья. Это то есть из нашего имана. То есть мы понимаем, насколько наш иман слабый, когда, например, братья, читаем историю про Юша Айбну Нун. Кто такой Юша Айбну Нун? Юша Айбну Нун один из пророков Бану Исраиль, из народа Муса, один из пророков, который жил после Муса. И мы знаем то, что из шариата иудеев, то есть настоящих и так далее, которые были во времена Муса и так далее, то что в субботу им нельзя делать никакие деяния. Так же? То есть они должны, в субботу у них все это как выходной, ничего нельзя делать. И они, братья, были в джихаде. И вот-вот должны были зайти в крепость, и это было в пятницу. И уже Ассар, и солнце уходило за горизонт. И они вот-вот должны открыть уже, потому что если они на субботу остановятся, те защитятся, и так далее, потом могут либо разбить наоборот эту армию, либо просто, ну как бы, было бы труднее намного, как минимум. И Юша ибнунун вызвал к Аллаху, Субхану Аталия, сказал, О, Аллах, поясни это солнце, одно из твоих рабов, то есть и как я раб твой, так и он. Останови его, пока мы не зайдем в эту крепость. И Аллах, Субхану Аталия, остановил это солнце, пока они не зашли в эту крепость. Как только зашли, солнце ушло, и все, и уже суббота. Магриб, и настала суббота. То есть это ничего удивительного. Братья приходят в достоверных, этих самых, от сподвижников, что они по воде ходили, пешком ходили по воде. Каким образом? Каким образом ходили по воде? Ногами ходили по воде. Почему? Потому что Аллах, Субхану Аталия, это не трудно, то есть Аллах, Субхану Аталия, может это сделать. Почему? Поэтому карамат бывает у каких-то людей. Приходит, например, Мутарифа ибн Абделяя, ибн Шихир, то, что я рассказывал братьям, то, что он, его посох светился. Это Таби Айн был вообще. То есть посох у него светился, свет показывал, дорогу. Аллах, Субхану Аталия, может это сделать для некоторых людей. Почему? Потому что у них верят. Они не знают, что Аллах, Субхану Аталия, на все способен. А у вас предопределение может поменять? Предопределение, Барак Аллахик, предопределение бывает разных видов. Предопределение бывает Азали, вечное предопределение, которое записано, где хранимость крижали. Его никогда, никак нельзя поменять. Что касается других видов предопределения, это как, например, на год или же на жизнь человеку дается, это можно поменять. Аллах, Субхану Аталию, дальше у нас придет этот хадис, Аллах, может даже, Шик-Паузан об этом скажет, но раз вопрос, забегая вперед. В хадисе Абдулла Абдулла, это говорится о том, что, как мы его коснулись уже немножко, то, что на четвертый месяц приходит ангел, и Аллах, Субхану Аталию, велит ему четыре вещи записать человека. Одно из них, это что? Будет ли он счастливым, или же будет он опечаленным. То есть, имеется, попадет ли он в рай, или же попадет он в огонь. И это, то, что предписано при рождении человеку, что он будет, например, опечален. Это можно изменить. Человек может, то есть, дуа, стараться делать деяния, которые, то есть, спасут его от огня, и так далее, и тому подобное, и он может изменить это предопределение. Или же то, что на год, Лейля Туль-Кадр в ночь, предопределение на год дается, и тогда это можно изменить. Но что касается этого предопределения, это временное, то есть, которое дается на твою жизнь, либо же на год. Это можно изменить через дуа, через праведные дела, как пророк, алейсалату ассалям сказал, тот, кто хочет жить дольше, и чтобы у него было много имущества, пусть поддерживает родственные связи. Как жить дольше, если мне предписано жить 50 лет, например. Что касается хранимой скрижали, там будет написано, что ему предписано, например, ну грубо говоря, будет предписано жить 50 лет, но если он будет делать так, то так, то он проживет 55 лет, и он так и сделает, например. Ну, чтобы примерно понимать. То есть, понятно, виды предопределения бывают разных видов. Одно из них, это азали абади, то есть, которое вечное, оно никогда не поменяется. То, что написано в хранимой скрижали, оно записано. И то есть, например, там будет, ну грубо говоря, записано то, что ему было предварительно так-то, так-то, но он сделает так-то, так-то, и поэтому случится с ним так-то, так-то. Понятно? Как вы думаете, родственная связь? Это пришло в хадисе, потому что пророк, алейсаляту ассалям, рассказывал, что Аллах, когда всем раздал права, встал и схватил за Аллах, родственная связь, и сказал, о Аллах, то есть мне мало, я боюсь, что меня будут порывать. И Аллах, сказал, довольна ли ты будешь, если я порву того, кто порвет тебя, и я буду, то есть, соединять того, кто соединит тебя, то есть я буду с тем, кто будет с тобой, я, то есть, отойду и порву того, кто этот самый порвет тебя, он сказал, да. Каким образом она выглядит? Аллаху алим. Пророк, алейсаляту ассалям, говорит то, что сура Бакар и Али Амран придут в судный день и будут заступаться, сура Мульк будет заступаться и так далее, Куран придет заступаться. Каким образом? Аллах, субхану алим, создаст их. Как? Аллаху алим. То есть я к тому, что я почему говорю, что родственники это что-то для нас как бы но мановый то есть что-то как бы абстрактное также но это создание ло суд анну то родственников на родственник до кровные родственники дальние даже если нет правильного у нас как бы у нас это еще троюродно четверородным и считаем как двоюродными то есть у у нас вот так вот, у каждого народа по-своему, но это все равно, даже из четвероюрной и пятиюрной, потому что от Ибн Умара приходит, то, что он, когда увидел одного человека, он подошел и поцеловал его в голову, то есть много ему, то есть Икрам дал ему денег, дал ему покушать и так далее, и сказал, поистине я помню, как Умар, то есть то ли Умар с ним общался, или хорошо о нем отзывался, то есть про своего отца, просто он с ним, уже Умара нету в этот момент, и он вспоминает, то есть как бы благочестие проявляет своего родителя, настолько дальнего человека даже ему и Крам и так далее делал, нет в этом проблем, иншаллах, то есть если ты укрепляешь родственные связи, даже какими-то дальними родственниками, иншаллах, то нет в этом проблеме. Хорошо. Это степени веры в предопределение Аллаха, Аллах сказал, Аллах сказал, «Разве ты не знаешь, что Аллах знает все то, что в небесах и на земле?» Двое, трое человек не говорят между собой тихо, кроме как Аллах будет четвертый, то есть он будет слышать то, что они говорят. И пятеро не будут говорить, кроме как он будет шестым. То есть он будет вместе с ними слышать то, что они говорят. «Валя одна миндалека, валя актар» и меньше, больше, то есть двое человек, двадцать человек где-то соберутся скрыто и так далее. Аллах будет знать, что они говорят. Где бы они ни были. А после этого, в судный день, он им расскажет о том, что они говорили там. Поистине Аллах знает каждую вещь. Также говорит, «Ма асаба мин мусыбатин фил арди валя фи анфусикум и ля фи китаб». Аят, который мы уже прочитали. То, что еще до того, как мы создали что-то, то есть какое-то дело, которое произойдет, то есть из беды или же еще что-то на земле или же именно с тобой. Что бы ни приключилось, Аллах говорит, до того, как еще создал, оно уже записано в хранимой скрижали. Поистине, это легко для Аллаха. Для чего это делается? Почему? То есть, чтобы вы не переживали за то, что миновало вас и не радовались тому, что было даровано вам. То есть, чтобы ты не радовался именно порицаемой радостью, то, что вот у меня все есть, у меня все хорошо и так далее. Как было сказано, «Каруна ин Аллаха ля юхиббуль фарихин». Поистине, Аллах не любит этих самых гордецов, которые любят похвалу и так далее. И поэтому не печалься из-за того, что миновало тебя или же что у тебя, то есть, какое-то имущество пропало, или же кто-то из детей твоих покинул тебя, или же что-то, что любимо тебе. И ни в коем случае не радуйся такой радостью, которой, как будто бы человек думает, что это именно мое, что не это Аллах, а это я. То есть, гордясь этим, проявляя высокомерие, из-за того, что Аллах, субхану ва-та'аля, дал тебе из имущества. Что касается того, кто радуется тому, что Аллах, субхану ва-та'аля, милость ему явил, то это нет в этом проблеме. То есть, у тебя человек, два человека, у одного миллион, и он говорит, а, все, теперь я ни с кем общаться не буду, теперь у меня миллион, я миллионер. Другой же человек, у него, например, миллион, он радуется и говорит, Субхану, Аллах, субхану ва-та'аля, почтил меня, дал мне столько-то это, и начинает, например, на пути Аллах, субхану ва-та'аля, Редиско, да. Благодаришь Аллах, субхану ва-та'аля, и радуешься тому, что Аллах, субхану ва-та'аля, тебе дал это. Но довольствоваться именно таким образом, как бы проявляя гордыню, высокомерие, что вот я богатый, а вы все бедные, и так далее, и тому подобное, это ни в коем случае нельзя. Аллах, субхану ва-та'аля, сказал в истории про Коруна, не радуйся, то есть не надо радоваться, поясняю, Аллах, субхану ва-та'аля, не любит таких, которые гордецы, радуются. Так же Аллах, субхану ва-та'аля, сказал, и эти люди довольствуются этой дуне, хотя в то время, как дуне, по сравнению с ахрой, это всего лишь какое-то временное бытие. Поэтому, говорит, шейх, то, что радость, вот это вот, делится на два вида. Фарахун мазмун, ва-хуа фараху аль-кибари, ва-батари, 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 ва-асхир, то, что, то есть, запретное, это когда человек гордится, начинает, то есть, восхваляться и так далее, высокомерие проявлять. Ва-фарахун махмуд, похвальное, наоборот, то есть радость, это когда человек радуется милостям Аллах, субхану ва-та'аля, скажи, по милости Аллах и по его благодействиям, чем он был, облагодетельствовал меня, пусть это же и радует людей, поистине это лучше, чем то, что они собирают. То есть, это, здесь тафсир, правда, этого аята, би фадли Аллахи, ян бил Куран, ва-батари, бисунна. То, что я помню из тафсира этого аята, то, что, то есть, скажи, то есть, Курану и Сунне, то есть, пусть радуется тому, что им был дарован Куран, Исуна, Дарвано Курану и Сунна, пусть дозволствуется этим, это лучше, чем то, что они собирают, но так же можно, и прямой смысл этого аята, то, что, если человеку что-то дано, и он радуется с той стороны, что это то, что было даровано мне Аллаху, субхану ва-та'але, Аллах дал мне такой-то, и восхваляя Аллах, субхану ва-та'але, радуется, в этом нету никаких проблем, вот это очень хорошая польза если человек действительно уверует в предопределение Аллаха, то он отдохнет тогда ему будет все просто то этот человек не будет грустить из-за того что что-то ушло от него и не будет радоваться тому что было ему дано таким образом которое то есть уберет его с прямого пути то есть получилось, получилось нет, нет, Аллах не захотел этого Аллах что касается того кто не верует должным образом в предопределение то этот человек не проявляет терпения злится, почему я почему со мной так случилось мне же было это нужно и так далее и тому подобное пусть Аллах субхану и так далее бережет и говорит грязные вещи плохие вещи или же какие-то плохие вещи бьет себя на кого-то может своих детей побить за что-то жену избить свою куда-нибудь я не знаю что-нибудь швырнуть сломать машину разбить и так далее такие вещи которые даже мужчину не красят как бьет например себя по щекам рвет на себе одежду или же взывает какие-то то есть какими-то призывами джагили взывает призывами джагили начинает какие-то вещи говорит там почему я где твоя справедливость о Аллах почему вот такие вещи говорят даже те кто себя мусульманами называет почему потому что он не верует в предопределение на самом деле даже если он это все будет делать то что его миновало он не сможет это вернуть почему что это Аллах тот кто сделал так что это его миновало даже если он будет недоволен даже если он тебя по щеке ударит как бы он сильно не ударил вернешь или не вернешь ничего не сможет вернуть все карманы на себе перервал сможешь вернуть одежду на себе рвешь. Можешь, не можешь. Ничего он не сможет вернуть. Но наоборот, ему с ним беда приключится. И также он потеряет что? Потеряет награду. И здесь то, что нужно знать. Вот этот собор дальше. Что касается того, кто верует в предопределение. И он терпит то, что приключилось с ним. Зная, что это от Аллаха Субханава Тааля. Что касается того, кто верует то, что пожелал Аллах Субханава Тааля случилось, а то, что не пожелал, не случится. Этот человек отдыхает и все у него хорошо. Пророк Алейсалату Ассалам сказал в хадисе Поистине собор настоящее терпение. Оно только в первом стуке. Как только в первый случай, когда с тобой случается беда, вот там, вот там, как? Потрясение. Да, в первом потрясении, вот тогда терпение. Что касается дальше, это уже не терпение. Некоторые люди что делают? С ними что-то случилось? Он Аллаху Акбар, там чуть ли не мат, перемат, злится, все разбил, все сломал. Минут 15 пришел в себя. Все, Машаллах, я вот верую, верую в предопределение, я терплю. Поздно уже, ты уже, Субханав, все свое сделал. То есть, терпение, когда с тобой случилось, вот там ты терпишь. Рассказывал шейх Фаляхман Дакар, один из куэльских шейхов, больших ученых. Рассказывал то, что они учились, когда еще были студентами. В мечети пророка Али-Исаса был один из шейхов там. У него после Асра был урок тоже как раз по фарай, по наследству, науке наследства. И у него умер сын. После Духара они пошли, то есть, на Бахе, кто знает Медине, рядом с мечетью пророка Али-Исаса, в кладбище Бахе, похоронили его там. Ну и, говорит, все студенты, мы пошли, похоронили сына Субхан, сын умер у человека. Ну и как бы все решили, что урока не будет. Говорит, большинство, кто-то по своим делам и так далее, кто-то просто сидел в мечети, Куран читал, говорит, ну вот я, говорит, так посидел в мечети. И, говорит, и Асар, после Асара помолились Асар, я слышу звук, ну как бы что, как будто где-то урок. Я удивился, смотрю, шейх сидит и преподает. И, говорит, половин, то есть, вообще никого нету там. И он преподает себе спокойно. Я рядом пришел, сел. И он потом говорит, а где? Говорит, что случилось? Говорит, шейх, мы думали, что не будет урока. Говорит, почему? Он говорит, а почему не будет урока? Он говорит, сын у тебя умер как бы. Он говорит, шестого я уже похоронил здесь. То есть, когда что-то случается, вот люди как. То есть, это терпение. Ну, умер сын, хамдуллах. Кто из нас такой? Как говорится, Аллаху Амстану. وَكَذَلِكَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَذَايْوَ الْقَدَرِ يُصَاب Да, يُصَاب يُصَاب Наверное, здесь ошибка. يُصَاب у тебя тоже без алифа написано. يُصَاب, Аллаху Алим, يُصَاب должно быть. Или? Если бы он был. Да, да, да. Потому что, если бы так, مَنْ لَا يُؤْمِنْ должно было быть. Нет, يُصَابу должно быть. مَنْ لَا يُؤْمِنُ لَا يُصَاب Ой, يُصَابу, точнее. Или مَنْ لَا يُؤْمِنْ يُصَاب Нет, Аллаху Алим, يُصَاب, Алиф, пропустильная ошибка. يُصَابُ بِالْجُبْنِ وَالْخَوْف Также говорит шейх Хаузан, тот, у кого нет веры в предопределение Аллаха, Субхану Алим, бывает часто пугливым и трусливым. Почему, что не верует в предопределение Аллаха, Субхану Алим? Что? Говорит чуть-что, где-то люди собираются, يُصَاب بِالْجُبْنِ وَاللَّهُ يَعْسِمُ كَمِنَ النَّاسِ говорит, «Доноси то, что было неспособлено тебе от твоего Господа, а Аллах защитит тебя от людей. Аллах говорит, إِنَّمَ ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوْفَ أَوْلِيَاهُ فَالَا تَخَافُوا مَخَافُونِينَ كُنْ تُمُ مِنِينَ Поистине, это шейтан запугивает вас своими приспешниками, своими помощниками, так не бойтесь же их, бойтесь меня, если вы действительно являетесь верующими. То есть, а эти люди, سُبْحَنَ اللَّهُ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْمٍ Как мунафики, سُبْحَنَ اللَّهُ Любой крик сразу это про нас, это все нас заберут, нас убьют, нас зарежут. Аллаху Акбар. А где вера в Аллах, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ Почему ты думаешь, некоторые люди в Аллахе удивительны? То есть, ты, سُبْحَنَ اللَّهُ, когда собираешься, говоришь про Едино Божие, когда ты обучаешь людей, когда ты чему-то обучаешься, ты делаешь что? Приказы или запрет Аллаху, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ? Приказ Аллаху, Аллаху, Субхану Таалли тебе приказал. Ты не пьешь, ты не наркоту продаешь, ты проституцией не занимаешься, не прелюбоди, ты ничего плохого не делаешь, ни наркотики ты не продаешь. Делаешь то, что тебя обязал Аллаху. Аллах, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ, обязал тебя этим, ты выполняешь обязательства Аллаха. Неужели ты думаешь о своем Господе, и потом Аллах, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ сделает так, чтобы с тобой что-то приключилось? А даже если такое случится, это только, Аллаху, благо для тебя. Разве нет? И в Аллахе обычно не случается. Аллаху, когда человек на истине, Аллах, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ защищает его от этого. От того, чтобы именно он был опозорен каким-то образом. А испытания, конечно, брат, случаются. Не будет такого. То есть тебе никогда, если у тебя нету испытаний, как ты хочешь в рай попасть? Думаешь, тебе этот самый зарезервированное место там, что ли? Нет, все, по-любому будет. Те, кто были до тебя, были испытаны так же, и будет с тобой. Аллаху, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ Поэтому нужно обязательно веровать в предопределение Аллаху, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ Ведь Аллах, سُبْحَنَهُ وَاللَّهُ Почему ты думаешь, что Аллах предопределит каких-то людей, чтобы они сделали тебе какой-то вред, только потому, что ты выполнил того же Аллаха, سُبْحَنَهُ وَاللَّهِ повеления? То есть ты выполняешь то, что тебе говорит Аллах, и Аллах, как-то тебя позорит. Разве кто-то думает о своем Господе таким образом? Субханаллах. Такой человек что делает? Он не сражается на пути Аллаха, или же не усердствует на пути Аллаха, даже путем приобретения знаний и так далее. И не ищет какой-то риск свой. Боится, везде всего боится. Я сейчас куда-то дам садака и, Субханаллах, я обеднею. Закат у меня возбудет, я обеднею. Я сейчас туда вложусь, я обеднею и так далее, и так далее. Каждую копейку считает. Думая, что его деньги сделают его то, что он будет бесконечно жить. Не будет такого. Почему? Что он все боится. Всего он боится. И он, то есть, не делает никакие дела. Почему? Что он боится. Я пойду в мечеть и молиться, Аллаха говорит, заберут, скрутят. Я это сделаю, заберут, скрутят. Бороду оставлю, заберут, скрутят. Еще что-то сделаю? Аллаху мустаану. А если же он будет веровать в предопределение Аллаха, тогда он будет и усердствовать на пути Аллаха, тогда он будет и искать пропитание Аллаха, и также он будет оставлять все свои остальные дела на Аллах, и будет уповать на них на Аллах. также в хадисе пришло, что пророк Мухаммад, сказал Ибн Аббасу, когда ты просишь кого-то, проси же Аллаха, этот хадис придет в этой книге, если же ты ищешь помощи, то ищи помощи у кого, у Аллаха, знай же, что если весь мир, все люди от первого до последнего соберутся, чтобы помочь тебе чем-то, они не помогут тебе ничем, кроме того, что тебе уже предписал Аллах. И если они все соберутся, чтобы навредить тебе чем-то, они навредят тебе только тем, что предписал тебе Аллах, потому что трость уже поднята и уже высохли свитки. То есть книга уже, которая написана, хранимая скрижаль, она высохшая, все, чернила уже высохли там. Рассказывал один из шейхов, что в Египте был один такой шейх, до сих пор есть, не буду называть его по имени, когда было немножко трудное время в Египте, он ходил на уроки, и люди говорили ему даже вокруг, те, кто как бы на сунне и так далее, ты зачем ходишь на уроки, в опасное время к тебе придут полиции и так далее, и так далее, сделают тебе так-то, так-то, он говорит, я, субханалу, уповаю на Аллах, и хожу на уроки. И, говорит, ходил я, аль-хамду-ля, все у него хорошо было. Шейх, вон, есть, это вот недавно мне рассказывали. И, говорит, и как-то в один из дней, что-то у него случилось, и он подумал, субханалу, действительно, как-то, ну, опасно, сегодня дома посижу, и, вон, в этот день ко мне полиция домой пришла. Так что, если ты даже, субханалу, если весь мир, тебе пророк Алиса, весь мир соберется чем-то тебе помочь, ничем он тебе не поможет, кроме того, что тебе предписал Аллах. Поэтому, кого мы ищем? Просим мир помочь, или просим помочь Аллаху, субханалу, то же самое, если они тебе вред какой-то хотят сделать, они тебе ничем не доверят, кроме как, если Аллах, субханалу, им позволит. Кого мы просим? Их, не трогайте меня. Или же ты просишь Аллах, субханалу, каким образом ты просишь Аллаха, делая дела? Хорошо, это что касается вот этой части из вопроса предопределения. Аллах продолжим. Чуть попозже, ничем отдохнем.